Сейчас я должен вам объяснить, каким образом эти самые числа Русея обобщаются на гиперграфу. И для начала, что такое вообще гиперграфа. Ребята, вот давайте сейчас представим себе следующее. У вас есть звездное небо. Ну, в Москве невооруженным глазом вообще мало что улучшить, потому что подсветка от города, да? Но если уехать далеко-далеко, а еще лучше в горы и ясное небо, то звезд довольно много даже невооруженных взглядов. А уж если телескоп взять, зайти на астрономический сайт и там смотреть, то звезд просто какое-то огромное количество. Отлично. Вопрос. А бывает ли там конфигурация в виде, там, ковша какого-нибудь, да? Или надпись? Или еще что-нибудь? Так вот, утверждение такое. Конечно, да. Если элементов много, то в некотором смысле обязательно, или в одну надпись, или во вторую, или в третью, они обязательно сложатся. Единственный вопрос. А как это все сформулировать? Идея уже простая. Представьте себе, что у вас есть эндершины. Тогда что такое реброграмма? Это две вершины соединены, ну или, соответственно, не соединены реброграмма, да? Или что такое покраска реброграмма? Это какое-то свойство между двумя вершинами. Ну вот давайте скажем, красный цвет это значит любят, синий цвет значит не любят. Отлично. Вот у вас есть вершины, про каждые две мы знаем, любят или не любят. Или, берем уже не две, а берем, скажем, несколько точек в пространстве, и про три из них говорим, что треугольник прямоугольный, или треугольник остроугольный, или треугольник тугоугольный. Господа, вот вам замечательный пример гиперграфа. Давайте договоримся, что вот такие треугольники будут красные, такие треугольники синие, а такие зеленые. Или наоборот, пусть что-нибудь такое. И у вас получится, что для любых трех вершин, вы про них знаете. Вот такая тройка, она красная, синяя или зеленая. Гиперграф возникает, когда при некотором количестве вершин, скажем, здесь три, когда обычный граф, это два, а может быть вообще любое натуральное число, да? Итак, гиперграф мы получаем, когда для любых эргершин, мы про них сообщаем, какого они, собственно говоря, цвета. Итак, очередная тема. Раскраска гиперграфа. Раскраска гиперграфа. Теория, понять формулировку, на самом деле, сложнее, чем доказать. Давайте еще раз. Что такое гиперграфа? Это когда у вас любым эр разным вершинам приписан некоторый из эс цветов. Понятно, о чем это такое? Замечательно. Значит, итак, у вас имеется некоторое количество цветов. Кстати, я, наверное, зря буквы эс обозначил. Цвета это английское слово какое? Color. Слушайте, давайте давайте color. Дело в том, что у меня эс был раньше, я как-то не подумал. Так, для любого цепа. Наверное, так будет лучше. Так будет лучше, да. Где эс напишем русское, да, от индийского слова цвет. Так, теперь понять не стало. Вдумывайте. Это символ для любого. Это символ существует. Еще раз, живо-было число эх. Например, нас интересуют всевозможные, не знаю, четверки вершин. Так? Свойства на четырех вершинах. Ну, какое можно придумать свойство на четырех вершинах? Скажем, объем тетраэдра равен двадцати девяти. Правильно? Четыре точки это тетраэдра. Объем равен какому-то числу. Или объем тетраэдра больше, чем двадцать девять и меньше, чем двадцать шесть. Ну, что-нибудь такое, да? Так вот, эр, фиксированы некоторые эрки. Нас интересуют, скажем, все четверки вершин. Так же, как раньше нас интересовали все пары вершин. Понятно? Отлично. Что теперь дальше написано? Для любого количества цветов. То есть цветов необязательно два. Может быть три, может быть там пятьсот двадцать девять. Не важно. Некоторые фиксированные количества цветов. Дальше. Для любого натурального ка. Существует такое число м, что начиная с м плюс один, что если грамм большой. Нет, а эр еще раз. Эр. Эр. Это нас интересуют эрки вершин. Красим не ебра. Красим или треугольник, или четырех вершин, или пяти вершин. Выбрали вот. То есть свойство у нас не от двух вершин зависит, а от нескольких грамм. Так вот, для любого эр фиксированного, для любого фиксированного количества цветов, для любого ка, есть такое большое количество, что как только вершин больше, так в любом эр-гиперграфии на этих самых н вершинах, если он раскрашен. Он раскрашен, имеется в виду, что каждой эрке предписан нету 30 цветов цветов. Понимаешь, что я? Так вот, да? Так вот, есть такие ка вершин, что на них только один цвет. А если ка... А хотите, я здесь вместо ка напишу с? Может, вам речь что-то. А если... Что-то у нас было как раньше. Если р больше ка. Если р больше ка, то утверждение тревиальное. Потому что если у нас нет этих эр, то они обладают всеми достойностями. Нет, как раз интересно, когда ка большое. Понял или нет? Привет, пожалуйста, вчитайтесь. Нет, давайте я еще-таки, может быть, вместо ка пишу с, а? Ну что, хотелось, то что это не лучше. Вот давайте вместо ка пишу с, чтобы это было соответствовало тому, что у нас было. Вот так. Вот теперь это в точности, как у нас было. Буквы теперь совпадают. Согласны? Скажи теперь. Раньше у нас р равнялась 2. Сейчас у нас р какое-то произвольно-нетральное число. Какой, господа, прелесть состоит в том, что доказательства этой теории абсолютно значимы. Да, формулировка у нее совершенно двойная, доказательства у нее просто совсем очевидны. Это такой принцип Дерехле, только примененный достаточно много раз. Можно я это доказательство расскажу, не выписывая формулы, а сначала с использованием слова много. Хорошо? Ребята, представьте себе, что... Девочки, можно? Уберите. Понимаете, я не просто так все это говорю, но даже не нужно вас позабавлять, потому что я пытаюсь, чтобы это будет достаточно хорошо. Представьте себе, что вершин много. И выстроите их просто на просто по прямой. И в кромеоте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. И какая-то вершина с номером М плюс 1. Я пока не хочу говорить, что это за число М. Я просто хочу сказать, что этих точек много. Мы берем эту вершину и смотрим. Ребята, вот сейчас будет очень важная вещь. Я сейчас хочу применить индукцию. Для того, чтобы сделать шаг, помните, что мы делали для чисел РФСЕ. Вот это неравенство. Вы успели забыть или нет? Р от СТ не больше, чем Р от С минус один. Было такое? Да. Плюс Р от СТ минус один. Отлично. Так вот, как мы его получали? Мы брали вершину и смотрели на ребра, которые из нее выходят. Так? Так. Отлично. А вот теперь внимание. Я хочу сейчас сделать примерно так же. Я хочу взять вершину, только из нее выходят не ребра. Из нее выходят Рки. И я рисую эту самую Р. Рка – это когда из вершины выходит Р минус одно. Согласны? Рка – это один и Р минус один. Значит, у меня вот эти точки образуют уже не Р. А они образуют что? Р минус... А, Р минус один. Вот это Р минус один. Значит, на всех М вершинах у меня уже получился не Р гиперграф, а Р минус один гиперграф. Согласны? Но мы же естественно это доказывать по индукции. Мы считаем, что для числа Р минус один все уже доказано. Значит, там найдется очень много... Согласны? Ну вот, можно при помощи большого М там взять очень много таких вершин, что все Р минус одинки на них... Ну, естественно, да, да? Все Р минус одинки на них будут одного и того же цвета. Согласны? Ребята, это принципиально. Все дальше легко. Если вы это поймете. Значит, я взял точку и посмотрел на граф на М вершинах, на гиперграф, на М вершинах. Он уже не Р гиперграф, а Р минус один гиперграф. Но поскольку я могу, чтобы этих точек было много, то в нем найдется там любое нужное мне количество такого, что все Р минус одинки на них одного и того же цвета. Понятно? Понятно. Остальные вершины я просто обрушу. И скажу, что у меня получилось много точек, обладающих следующим забавным свойством. С этой точкой все Рки одного цвета. То есть берете Р минус один на них и добавляете эту, и получается одного и того же цвета. Причем, внимание, сколько таких точек? Ответ. Сколько скажете, сколько идут. Понятно? Скажете, что здесь нужен миллиард миллиардов. Отлично, я вам такое число выберу, потому что здесь было написано, что для любого числа С. Закажите 100 миллиардов миллиардов, я вам дал столько. Закажите еще больше, я вам еще больше. Любое конкретное число могло быть отличным. И установите, какие Р-ки у меня сейчас одного цвета. Они устроены так. Эта вершина и предыдущие Р минус один. Все понятно? Да. Все понятно. Отлично. Но, внимание, вот этих самых точек у меня здесь будет много. Кстати, говорили так. Любое количество я могу себе сделать, сколько мне нужно. Наверное, вы уже поняли, что я буду делать дальше. Вот я взял вот эти точки. Я взял из них самую правую. Итак, взял вот эти точки. Их повторяю. любое наперед-зададное мне количество нужно. То есть, с какой закажите количество, я в сколько я хочу. Из них взял самую правую и опять рассмотрел всевозможные Р-ки с участием этой вершины. То есть, Р-1-ки на вот этих. И по теории для числа Р-1-ки я опять могу найти много точек, чтобы с участием этой все Р-ки были в одном цвет. Отлично. Вот эту вершину давайте я обозначу А-1. Эта вершина будет А-2. И там будет опять много. Сколько закажешься, столько я сделаю. А для этого я сделаю столько надо. А чтобы это сделать, я здесь отношусь к большому счету. Замечательно. И здесь есть точка А-2. Такая, что все Р-1-ки с участием в нее они будут одного цвета. Господа, разумеется, вы понимаете, что я дальше там внутри сделаю еще точку под названием А-3. А там я потом сделаю А-4 и так далее. И так вплоть до А-3. Я хочу сказать, что в какой-то момент цвета начнут повторяться. Ребята, у меня С цветов. Точек мне нужно. Знаете, сколько? По теореме, сколько мне нужно точек? Мне нужно такое множество, что сколько из него не варят, что как его не раскрасить в С цветов, обязательно там найдутся С одного цвета. То есть, смотрите, вот с участием этой точке у нас были все одного цвета. С участием этой все, может быть, другого, но тоже все какого-то одного. Ребята, вот от этого числа я птица пришла. От этого числа мне нужно следующее, что когда точки А-1, А-2 и так далее, А-3 с каким-то номером соответствуют С цветам, то среди них обязательно найдутся С, которые соответствуют одному и тому же. Так это же очень легко. Это С. С умножить на С-1 и еще плюс один. Господа, если есть С умножить на С-1 и они все соответствуют С цветам, то может быть по С-1 штук на каждый цвет. А если вершин стала С умножить на С-1 плюс 1, то как их С цветам не поставить соответствие, все равно обязательно С штук найдутся. Значит, я беру такой цвет, что среди этих точек есть С и получилась абсолютная ревизия. Когда я оставлю только эти С-точек, то любая Э-ка на них извините, будет того цвета, которого самое правое из соответствующих ашек. А самая правая ашка, она как раз будет одного и того же цвета. Поэтому давайте я пытаюсь еще раз объяснить эту конструкцию, только на этот раз не что называется справа налево, а наоборот. Господа, мне нужно, чтобы возникла не одна, а вот столько. С умножить на С-1 плюс одна точка, которые обладают следующим забавным свойством. Что конструкция это как такой капустный качал. Значит, внутри там точек, на самом деле не так важно, сколько, важно, чтобы хотя бы одна существовала. А вот дальше требуется следующая штука. Любая ашка на каждом конкретном уровне обладает таким свойством, что когда вы смотрите на этот уровень, то все эрки вершин с участием ее, и вот отсюда, когда берешь точки, все они одного цвета. Вот этот цвет мы приписываем потом этой самой ашке. Я не знаю, понял, не понял. Давайте еще последняя попытка. Последняя попытка объясниться. Если у меня точек очень-очень-очень много, сколько хочу, сколько хочу, и могу взять, и могу еще 100 угодно, то тогда по теореме Рамсея для числа Р-1, когда вы берете самую правую из них, то среди Р-1 наборов, среди Р-1 у вас обязательно так все устроено, что найдется некоторое количество, и оно может быть сколько угодно большим, сколько попросят, сколько будет, найдется некоторое количество, такое, что любую Р-1 отсюда берешь, добавляешь точку, и она будет все время одного и того же цвета. И вот этим цветом мы как бы сопоставляем его этой точке, красим этим цветом вот эту точку, а потом на этом количестве делаем то же самое с самой правой ее точкой, а потом здесь делаем с самой правой точкой здесь и так далее. И если мы сделаем этих штук достаточно много, то по принципу дирехле можно будет найти S точек одного цвета,